фух-фух-фух-фух-фух ребятушки привет друзья я не знаю как я это видео буду называть может быть вообще назову его замаскирую по то что это не связано с нарсией потому что тупо просмотры не набираются с теми вещами которые названы новые локации не суть видео такое будет было больно сегодня вы увидите по сути финальный бой этой локации я немножко по бомблю выскажусь по поводу некоторых представителей некоторых гильдий сейчас вы видите идет грубо говоря финальный бой за главный замок будет видео наверное долгое заодно сейчас видите кому замок достанется это будут или монархи или хулиганы мы сейчас с двух сторон грубо говоря с монархами штурмуем этот замок его занимают психи гильдия под названием психа devil вот это ребята этим ребятам вообще респект ос потому что по факту до этой локации вообще не знал что это за гильдия для меня они были неизвестны но на я не знаю даже какое место они в топе занимают но тем не менее они быстрее всех чухнули что зачем почему и как первыми заняли грубо говоря этот замок ну и плюс еще баги были я до багов вообще не заходил в эту локацию пока не исправили то есть меня там несколько дней не было вот че еще хотелось бы сказать они заняли реально полкарты они заняли замок и потом мы с хулиганами и монархами они с одной стороны мы с другой стороны как бы завоевывали карту всю воевали с психами там и монархами и монархи против нас сбились вот чтобы хоть каким-то образом ограничить психов в ресурсах и хоть чтобы была хоть какая-то надежда захватить этот главный замок но я вам скажу что очень трудно я изначально думал что это вообще нереально если какая-то гильдия занимает этот замок то захватить его не будет никакой возможности но как вы видите эта возможность есть сейчас конкретно но тут не обращайте внимание это тут я лох уже второй раз отправляю пачку в 24 минутный поход потому что я каждый раз забываю пачку переместить в этот замок вот это дебилизм второй раз отправил просто нафиг психанул ребят кому интересно поддержите лайком во первых касаемо самой локации она дофига не продумано я уже в нее достаточно долгое время поиграл я могу сказать какие-то минусы какие-то ее плюсы многие даже забив на эту локацию или просто не интересовались они не понимают ее смысла тут смысл заключается в том чтобы просто включать всю свою жадность аккумулировать всю активность твоей гильдии онлайн игроков и захватывать ресурсы захватывать поселки чем больше у тебя поселков чем больше ресурсов тем больше у тебя возможности но даже грубо говоря если ты всего этого много захватишь у тебя какой-то момент у гильдии снизится онлайн от этого будет мало толку потому что поселки ресурсы у тебя все будут грызть то есть к примеру мы вчера с хулиганами пытались нападать на главный замок но вот у нас все силы были стянуты в центре и это привело к тому что маленькие гильдии которые оставлены за за дворками карты они начали отгрызать у нас наши поселки мы за вчерашний день потеряли но дофига там поселков 6 где-то потеряли но хотя до этого мы по 10 отвоевывали но вот сегодня какие-то успели забрать но сейчас забили на это потому что потому что у нас тут задача стоит по центру центр как вы видите он начал приседать это реально потому что при всем умение играть у психов их главная проблема заключается в том что они каждый день по чуть-чуть теряли территории они теряли ресурсы и в конечном итоге сейчас ситуация заключается реально в том что мы вынудили мы загнали психов в центр и вот они вся гильдия грубо говоря она ну не вся гильдия не знаю сколько там людей но они обороняют замок они в полной осаде у них реально нету ресурсов их выгнали наверное из всех поселков потому что они даже сами оставили эти поселки ради того чтобы аккумулировать все свои силы именно внутри вот сейчас мы наблюдаем как подходит пачка хулиганов у нас такая немножко стратегия ну как бы брать большим наплывом для того чтобы атаки были более эффективны монархии как вы видите они так немножко рассыпаны в этом плане далее че еще так по поводу минусов давайте сразу во первых тут ситуация заключается в том что очень трудно очень трудно отбить этот замок то есть от него находятся далеко поселки ты выдвигаться можешь из поселков только вы сами видите какое расстояние и любая гильдия которая захватывает этот замок при ну каком-то среднем онлайне при каких-то тактических способностях они могут его удержать и хер ты его у них отобьешь но потому что это реально очень сложно вот сейчас вы видите что типа монархи с одной стороны хулиганы с другой стороны то есть мы двоем поодиночке я не знаю получилось бы или нет возможно тоже получилось бы но заняло куда уж больше времени сейчас этот штурм длится полтора часа на самом деле это достаточно маленькое время мы порой бывали 4 часа пытались у психов у этой психодевил гильдия отжать поселок реально 4 часа воевали но они его нам так и не отдавали то есть они успевали успевали друзья обороняться и у нас грубо говоря ничего не получалось абсолютно так слушайте но я делаю ставки я делаю ставки что может быть монарх заберет а может быть нет видео видео кстати говоря тоже неизвестно сколько будет лиц потому что как бы но не всегда получается отнимать энергию замка может быть я просто потом его обрежу и вам покажу уже результат какую-то финальную финальную битву дальше по под минусы не проработана эта фигня короче с замком то есть реально сложно его отобрать минус также заключается еще в проблемах с рейтингом то есть ну с одной стороны здесь есть рейтинг по занятию главного замка то есть и в этом рейтинге я более чем уверен психодевил останется на первом месте здесь показывается гильдии которые заняли этот главный замок но можно ли их считать победителями я не знаю потому что ситуация получается спорная ну да они как бы его продержали дольше всех но в конечном итоге получилось так что сейчас мы их выгоним из замка у них нет абсолютно ничего ну то есть все они пустые то есть у них ничего нету я не знаю что они будут 7 дней делать но они там все завоюют несколько поселков но тем не менее то есть у них по факту вот сейчас они уйдут из замка у них нету ничего у них ни одного поселка нету можно ли их считать победителями я не знаю игра может ну игра может считать их победителями с другой стороны на с другой стороны при том что да у гильдии не останется абсолютно ничего и вроде как она победитель но есть вот этот рейтинг да тут по количеству ресурсов очков я не знаю чему здесь вроде как мы с монархом победителя но мы тоже не можем считаться победителями потому что мы не но здесь не победителя где главный рейтинг как это все аккумулируется непонятно если бы эти очки куда-то переходили бы сюда и как-то был бы какой-то общий рейтинг было бы понятнее то есть что здесь что там это все неполноценно то есть очень ну как бы непонятно я не знаю пишите в комментариях что вы думаете но это абсолютно такая же тупорылая ситуация как и с атакой фартов то есть гильдия может взять и проиграть гильдия может взять и проиграть на атаке фартов в дивизии но при этом она может там по 5 раз отжимать эти башни отдавать снова кому-то но в общем рейтинге гильдии на сервере она может быть на первом месте хотя в дивизии она не заняла первое место понимаете здесь абсолютно такая же тупорылейшая ситуация дальше минус главный заключается в том что ну боевка абсолютно непонятная возможно это и плюс возможно это и минус андрюха рылев склоняется к тому что эта боевка как с атаки фартов то есть барта здесь на защите это самое лучшее что вообще можно придумать ну реально боевка абсолютно непонятно сколько было ситуации когда к примеру моя топовая пачка получала пиздюлина то непонятно вообще кого с непонятно какими героями там и какого года выпуска эти герои то есть изначально бред но возможно это и плюс из-за этой непонятной боевки грубо говоря в этой локации можно решать без доната в этой локации можно решать без донат и не обязательно быть топовой гильдии все-таки я считаю что здесь зачастую самое главное это во-первых активность твоей гильдии то количество игроков которые готовы тратить время на данную локацию сплоченность как какие-то тактические умения и могут ли со гильдийцы как бы друг друга контролировать до координировать свои силы вот что решает в этой локации а не то на каком месте твоя гильдия находится в топе и не то сколько у твоей гильдии топ дон игроков да возможно им чуть-чуть полегче что-то там отбивать но если к примеру хулиганов будет онлайн в пять человек а у психо дэвил в 50 или в 35 то мы будем сосать да со всеми нашими топовыми аккаунтами со всей нашей хернёй мы будем просто реально брать и сосать ничего другого у нас не останется и сейчас я перейду уже непосредственно к моменту к моменту того что меня бесит больше всего в нашем таком неком сообществе то есть наша гильдия не особо начала поначалу играть и большое вливание игроков эту локацию произошло именно после того как а gg убрала баги с этой локации теперь не нужно каждый раз протыкивать клетки как это было поначалу вот и мы все начали активно рубиться и мы начали завоевывать поселки мы начали идти наверх в топе мы начали копить ресурсы чтобы справиться психо дэвилом чтобы справиться с монархами то есть и соответственно чтобы набивать массу а мы должны были взять и захватывать чужие поселки у других гильдий и я вот читал чат в эти моменты тут есть этот чат карта да ну вот их в этом чате просто такая желчи была по поводу того что вот хулиганы гондурасы там и на монархов тоже было и на нас хулиганов вот в этом типа уроды только маленьких и можете обижать да какие вы топы недотопы фу позорники вот а против психов ничего не можете сделать на больших и сильных не лезете вот только маленьких обижаете и вот эксорю во первых это смысл локации здесь нужно как бы быть жадной скотиной и за счет массы активных твоих игроков захватываются ресурсы чтобы впоследствии ты мог потягаться с другими гильдиями это вполне нормально то что как бы у неактивных гильдий забираются ресурсы и зачастую в этой локации складывалась ситуация такая что куча куча маленьких гильдий у которых там хорошо если по пять человек онлайна но в лучшем случае по десять вот они сидели короче ныли и всех хуесосили из-за того что видите ли у них поселки какие-то забираются так мы маленькие несчастные понимаете нас все обижают а вы вот большие нас обижаете да пошли вы нахуй блять вот реально пошли в пизду ёпта это во первых во вторых кто вам мешает вот как гильдии психо дэвил играть активно и типа как бы участвовать в этой локации до координировать силы своей гильдии своих игроков а то даже я смотрю там у некоторых гильдий онлайн большой один бежит туда третье бежит сюда четвертый вообще блять не знает что как бы блять и вот так вот ну как бы вы видите вроде города находятся не слишком далеко да ну то есть просто маленький лайфхак к примеру чтобы вам прийти в какую-то далекую точку вам не надо от начала и до конца посылать свои войска вам нужно идти по своим поселкам тогда во первых вы придете быстрее возможно еще и меньше ресурсов потратите то есть если ты к примеру от края карты будешь идти к центру сразу напрямик то это пиздец это часа два а если ты будешь идти вот так вот цепочкой по своим поселкам то это будет намного быстрее если ты идешь куда-то далеко то лучше отправлять одного героя тогда меньше воды будет тратиться и таких нюансов огромнейшее количество но во первых их не знают их не используют активу гильдии ноль люди играют там втроем пятером но при этом они нихера не делая сидят и ноют что на них нападают так и в чем ваша проблема в чем ваша проблема а я знаю часто в комментариях напишут да у нас есть дети семьи у нас нету времени там работа у всех хочу вы думаете у хулиганов или монархов или психо дэвил как бы семейные туда с детьми у меня что ли нету а вот и как бы камон это не аргумент тут или вы находите время или вы не находите время если вы не находите время для этой локации то нехуй тогда ныть и обсирать другие гильдии по поводу того что вот вы блять только и можете маленьких блять и бежать так что если чё-то кому-то блять не нравится или не играете или идите нахуй ну я не знаю типа какой вариант он андрюха рылев он сказал блять меня это локация в этой локации блять два дня жил она меня заебала он взял и ушел из нее он там не играет я не знаю будет он там следующий сезон со своей гильдии рубиться или нет но это время не отнимает пиздец много одна из причин почему у меня сейчас видосы на канале не выходили это именно из-за этой локации ребята понимаете и как бы сидеть и нихера не делать и ныть что у вас там что-то забирают но это просто вверх идиотизма и лицемерия и вот эти вот сами самые гильдии которые там блять ноют и выебываются как только мы вчера с хулиганами я не знаю как там у монархов было но монархи вчера тоже нападали как только мы с хулиганами при маленьком у нас еще маленький онлайн был вечером мы пытались начать короче воевать со психами и пытаться у них забрать этот замок мы сконцентрировали свои войска в центре то сразу же вот эти вот самые большие нытики которые там блять ныли что их обижают по-тихому начали у нас отбивать поселки по-тихому пока мы далеко пока мы не видим начали у нас пытаться забирать поселки вы понимаете я я ничего не говорю эта игра здесь война здесь по идее так и надо но так чего вы тогда в чате любите разглагольствовать о том что видите ли это неправильно и так нечестно тут маленьких обижать но как только вы видите что к примеру идет большая заварушка и шоу для всей этой карты да там отнятие большого замка выбрать сидите короче и начинаете крысячищать и забирать поселки и как только вы видите что хоть одна наша пачка идет в сторону нашего поселка или в сторону вас они все они блять это одеялом накрываются сидят тихо и больше никуда не бегут и даже перестают просто нападать видя что у нас просто одна пачка зашла в поселок вы понимаете то есть реально они готовы типа что-то отбирать когда вот нас нету это из-под тишка а потом если вдруг что-то их кто-то обидит то сразу же это в чате вы хулиганы только маленьких и можете обижать так прям типа не обязательно быть топами идите короче идите ребята и воюйте собирайте онлайн делайте активную гильдию он я знаю сейчас уже пошла новая волна объединение гильдий из-за из-за этой локации из-за этой локации пошла волна объединение гильдии чтобы типа гильдия была активна и так далее потому что если у вас там онлайн постоянно и 5 игроков ребята то вы в этой локации сделать ничего не сможете к сожалению или к счастью не знаю это супер задротская локация вот у нас к примеру есть игроки с дальнего востока есть игроки не с дальнего востока не у нас есть кто активно ночью чем-то занимается есть кто вечером есть кто утром то есть конечно там весь онлайн у нас тоже не собирается ребята да вы и сейчас можете видеть но тем не менее что-то пытаемся и так может происходить в каждой гильдии вне зависимости от количества доната и топов с топовой силой у вас в гильдии дальше касаемо минусов ребята хотелось бы отметить тот факт что абсолютно тупорылейшая система касаемо регистрации игроков я еще пойму регистрация гильдии да это объяснить можно тем что разработчики не хотят чтобы на этой карте находилась целая куча фк гильдии при том что гильдии вроде как и регистрировались но многие они перешли вовка режим они ничего не делают не шевелится просто войско выставили вот так вот сидят все никаких движений если бы не было регистрации гильдии то там вообще было бы просто знаешь там 95 афк гильдии 1 активные 4 там 50-50 то есть это правильно но с регистрации игроков это непонятно потому что во-первых сезон длинный игроки часто уходят приходят там из одной гильдии в другую по крайней мере в активных гильдиях так происходит и то есть если ты поменял во время сезона гильдию то все ты не можешь участвовать в нарсе но это абсолютный бред то есть вот сейчас я тунцом перешел яйцом перешел в другую гильдию и все я не могу в этой нарсе участвовать вот только в следующем сезоне я думаю что в следующем сезоне движуха в этой локации мы по крайней мере там у первых топ 100 гильдий по-любому будет намного круче намного веселее так далее и далеко не факт что мы там с монархами будем грубо говоря на первом месте вот даже несмотря на тот опыт который мы получили в первом сезоне за те какие-то мелочи которые мы узнали касаемо этой локации всяких там фишек вот потому что многие сильные гильдии активные гильдии они сейчас полу афк-шном режиме вот знакомились с локацией а уже в следующем сезоне начнется думаю настоящая заруба вот и будет интересно посмотреть кто там будет первым кто кто не будет первым ой ну сарис вроде у нас вроде вроде ребят у нас снова пробитие пошло так мне надо не лохануться с пачкой то дожди стой чем не короче давайте я пока возможно включу на паузу потому что еще тут 370 защиты может быть очень долго и вот и когда уже будем конкретно отбирать это все дело я тогда уже покажу вам кто займет этот елки-палки замок так что так вот так 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 ребятушки сейчас решается судьба главного замка мы сейчас узнаем кто его захватит кто это будет это будут монархи или это будут хулиганы ведь походу это будут монархи тут как бы уже кому ребятушки повезет так так скорее хотя и у на у хулиганов есть шанс у хулиганов есть шанс у хулиганов есть шанс у хулиганов есть шанс но у монарха его намного больше так 60 прочности осталось несколько пачек монар хулигана и И дохера пачек монарха. Так, кто заберет этот замок? Блин, монарх заберет, походу. Монарх по-любому заберет монарх. 30. 30, 30, ребят, остается. 30. Нет, это монарх. Все, хулиганы пачки закончились. Значит, главный замок будет у монархов. Да, 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 все, все. Моя пачка тоже отошла. Ай, ёптвою. Вон, смотрите, монархи приходят. Монархи приходят. И вот только хулиганы через минуту 28. Обломались. Обломались. Ну, ничего. Ну. Давай, давай, давай. Ну, короче, поздравляю монархов. Так. И... Вуаля. Ну, вуаля, я сказал. А, нет, смотри. Там кто-то обороняется. Последние 10 очков. Кто-то обороняется. Кто-то обороняется сред... А, все. Все, психи уходят. Значит, уже замок, по сути, забран. 48 секунд, я не знаю. Ну, шанса, походу, нет у хулиганов. Психи уходят. Целая куча пачек, я так понимаю. 10. А, все, монарх забрал. Бля, поздравляю, монарх. Поздравляю, монарх. Так. Нам чуть-чуть не повезло. Видите, мы пытались тактически сразу толпой херачить. Вот. Чтобы шанса было больше забрать замок. Так, а монарх, они, этот, как бы, более расплывчато все это сделали. Слушай, а прикол заключается в том, что нету щита у замка, или что? Почему мы дальше долбимся? Так, моя... А, это у меня идет. Подожди, что у нас тут? Поражение, у меня поражение. Это я против кого? Против психов. А, против рукожопа, смотрите. Скажу, это главный, главный боец, походу, у психов. Он там пипец. Еще лавашка, я помню. Он вроде тоже из психов. Так. Ну что, главный бой закончился. Дальше там уже судьба замка понятна. Ну, посмотрим, что еще будет происходить. Сразу смотрим, как рейтинг поменялся. Здесь еще... А, рейтинг здесь обновляется раз в три часа. Вряд ли психодевил, там, монархи смогут догнать по очкам. Вот. В этом рейтинге. В этом рейтинге. А в этом рейтинге странно, почему... А, тоже обновляется каждые три часа. Вот. Я думаю, монарх обойдут. Им же за главный замок какие-то очки дадут. Вот. Ну, ничего. Пойдем... Пойдем... Пойдем на... Пойдем окраины щемить. Вот. Так что так вот. Ну, давайте коротко. Дофига есть каких-то... Ну, еще остались недоработки в плане отображения боя. Вообще, хотелось бы смотреть, как этот бой выглядит. Но это технически, я понимаю, невозможно. Вот. Потому что там плюс сто пятьсот пачек против одной бывают ситуации. Вот. Боевка то ли плюс, то ли минус. Если бы боевка была настоящая, то... Бездонатные гильдии вообще бы ничего не смогли сделать. Дальше. О, кстати. Только что... А, это шесть часов назад. Дальше. Самый, наверное, большой плюс, что, во-первых, в этой локации нету доната. То есть, типа, не знаю, увеличь скорость прохождения твоей пачки за тысячу самосветов. Ну, вот что-нибудь такое. Тут вариантов, где заработать для HG. Целая куча. Я уже молчу про придумывание каких-нибудь новых там камушков, которые будут ускорять пачки. Или там ставить щиты на поселке. Ты знаешь, на поселок нападаешь, а потом кто-то взял, использовал донатные камушки. И там щит образовался бы. Тогда все, кобздец этой локации. Странно для HG, но очень правильно то, что они решили, как бы, не пороть отсюда денег. И второе, что хотелось бы сказать. Второе, что хотелось бы сказать. Это, ну да, это, наверное, самый большой плюс, что здесь решает не только, грубо говоря, ребятушки, донат. На этом я буду заканчивать видео. Кто-то смотрел до конца, огромнейшее вам спасибо. Не забываем ставить лайки. Всем пожелаю большущей удачи. Объединяйтесь с гильдиями. Создавайте активные гильдии. Вот. Распределяйте время, кто когда играет. Потому что ни у кого нет возможности по 10 часов сидеть в этой локации. Всем пожелаю огромнейшей удачи. И пожелаю удачи тем гильдиям, кто у нас подсасывал поселки, пока мы были занятым центром. Заняты, да, отбитием центра. Как бы вам удача пригодится. А всем остальным до скорых встреч. Пока, ребят. А еще маленькое, ребятушки, уточнение. Монархов поздравляю. А психодевил вы прям охуенные молодцы. Вот прям красавчики, блядь. Доказали, что маленькая гильдия. Блядь, непонятно там на каком месте в топе. Вот. Может соревноваться с топовыми гильдиями. Без всякого нытья и, блядь, чё вы маленьких обижаетесь и туда-сюда. Вот. Спасибо вам, ребятушки, за войну. Было очень интересно. Вы красавчики просто. Психодевил респектос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok